Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эжедима, канала Моди Красоте, а также об умном шопинге. Сегодня я расскажу вам об аксессуарах, которые использует итальянская женщина. Сразу оговорюсь, что возможно я ошибаюсь, это мои личностные наблюдения, безусловно статистику я не проводила, ее наверное сложно осуществить, но тем не менее, как я сказала в своем прошлом видео, я заметила, что итальянские женщины, например, очень любят черный цвет, я сама всей душой всегда любила черный цвет, и с особой смелостью и удовольствием ношу его именно здесь, наверное, вы видите, что действительно очень часто я использую такие черные пулловеры даже для записи видео. Кстати, черный цвет, мне кажется, он очень выигрышный для многих аутфитов, для многих типов внешности. Но в этом видео я затрону тему аксессуаров, то, что я заметила, то, что бросилось мне в глаза, и, соответственно, то, чему я научилась у итальянских женщин, хотя на самом деле аксессуары на данный момент я использую крайне редко. Итак, первая вещь, которую я заметила, которую, наверное, трудно не заметить, если вы приехали из России и начали жить в Италии достаточно долго. Это любовь итальянских женщин к полудрагоценным камням, к недрагоценным камням, бриллианты, изумруды, сапфиры. Итальянские женщины носят крайне редко, как правило, они носят бриллианты в обручальном кольце, а также в кольце на помолвку. Кольцо на помолвку – это, как правило, кольцо с одним камнем, с одним бриллиантом получается. А обручальное кольцо отличается у итальянских женщин от обручального кольца. Российских женщин у нас, в общем-то, принято носить одинаковые кольца. Мужчины и женщины носить одинаковые кольца. Как правило, это просто кольцо из золота либо из платины. Цвет золота может варьироваться, может быть, розовый, может быть, также белый. Но, тем не менее, кольцо без каких бы то ни было камней, без каких бы то ни было украшательств. В то время как в Италии принято, чтобы кольцо, не на помолвку, а именно уже свадебное кольцо, то есть получается обручальное кольцо, оно содержало некий ряд из бриллиантов. Не очень больших, чтобы оно блестело, сверкало, переливало. Кстати, итальянские женщины очень любят пайетки, очень любят стразы и охотно используют все это прежде всего в обуви. Также это нельзя не заметить, но, тем не менее, сейчас речь не об этом. Соответственно, да, вот такие обручальные кольца носят итальянские женщины, а во всем остальном они предпочитают полудрагоценные камни. Где они носят эти полудрагоценные камни? Безусловно, в сережках. Итальянки очень любят массивные сережки. Возможно, цвет этого изделия будет золотой, но не факт, что он будет сделан из драгоценного металла. Но, тем не менее, большое обилие, большое количество, точнее, золота с какими-то висящими, нависающими камнями, которые очень красиво смотрятся при попадании прямых солнечных лучей. В общем-то, погода в Италии, также, кстати, я именно в Италии заметила, что яркие цвета в одежде, они хорошо смотрятся в солнечный день. То есть, цветные яркие аутфиты, вот эти color block, они, в общем-то, хорошо смотрятся только, когда прямые солнечные лучи имеют место быть. В остальных вариантах все это смотрится несколько неуместно на улицах города, либо даже вот где-то, где пейзажи, скажем так, более натуральные, даже ярко-зеленые цвета, ярко-желтые цвета смотрятся как-то странно, если нет прямого солнца. Соответственно, итальянки, я очень часто говорю, любят висящие сережки. Соответственно, итальянки, как я часто говорю, любят висящие сережки. Соответственно, если у них нет возможности, нет желания носить полудрагоценные камни, Которые стоят достаточно дорого Они с удовольствием носят так называемые сережки Бахрому, различные сережки Висящие с бисером То есть вариация на тему, она бесконечна И повторюсь, мне такие сережки очень нравятся Сама я не ношу, прежде всего потому, что это бесполезно У меня будет оттягиваться мочка Стареть будет моя мочка, а в общем-то всей этой красоты За волосами видно не будет А также итальянские женщины очень любят цепочки Длинные Длина, наверное, до пупка, наверное, можно сказать Носят все это они также Поверх вот таких простых черных свитеров Это, как правило, некая тонкая золотая цепочка По длине которой Имеются какие-то цветные камни Эти камни могут быть, повторюсь, полудрагоценные Это может быть какое-то Венецианское стекло Это может быть даже пластмасса качественная Кстати, вот по поводу качественной пластмассы Именно Максмара отражает Итальянский стиль В аксессуарах итальянских женщин То есть если вам нравится Итальянские стили, итальянские аксессуары Как их носят итальянские женщины То, в общем-то, присмотритесь, как изготавливает их Максмара Это очень часто Некие, опять же, колланы Некие цепочки длинные Которые имеют вместо бусин, допустим, ткань яркую То есть немного синтепона, наверное Немного поролона обшита яркой тканью Очень красиво смотрятся Также, как именно Максмара Выпускают очень много брошек текстильных То есть текстильная брошка На нее нашиты стразы И очень часто выпускают текстильные сережки То есть некая клипса От нее свисает, допустим, некая прямоугольная ткань И там имеются стразы, бусины Все это смотрится так же очень хорошо Сверкает ярко при попадании солнечных лучей На самом деле эта бижутерия смотрится очень красиво Очень дорого Очень стильно Даже, наверное, так можно сказать Соответственно, это то, что касается, скажем так Верхней части итальянских женщин Итальянские женщины очень любят браслеты Я не ношу браслеты Если надеваю, то несколько всего Возможно, на одну руку Один, на другую руку Другой Я не очень люблю, когда все это у меня гремит Я часто езжу на велосипеде Несколько раз не случалось На каждой яме Издавать просто, ну, какие-то странные звуки Дребезжание Соответственно, браслеты я не ношу Какие браслеты носят итальянские женщины? Итальянские женщины носят очень много ниточных браслетов Веревочных браслетов Это никак не связано ни с какими сектами Ни с какими увлечениями религиозными Это, как правило, связано с детьми, которые имеются в семье Соответственно, у ребенка Точнее, два ребенка в семье У мамы двое детей То, как правило, у нее будут какие-нибудь две цветные ниточки Которые ребенок, скорее всего, ей сделал, повязал Итальянские дети очень много рукодельничают Они очень много сами плетут каких-то браслетов, финичек Соответственно, вот мама итальянская Она, как правило, этими браслетами всегда украшена Я тоже, кстати, часто ношу браслеты, которые мне повязывают мои дети Сейчас у меня ничего нет Но летом я носила какие-то цветные веревочки И хочу сказать, что мне стало это нравиться Я считаю, что просто фиолетовая веревочка, либо зеленая веревочка, либо переплетение некой тонкой косичкой из этих цветных красивых цветов, это очень даже стильно, очень даже красиво. Также итальянки носят очень тонкие браслеты на подобии тонких цепочек. Возможно, я предполагаю, точнее, что это браслеты, которые, возможно, дарятся на 18-летие. Это первый золотой браслет, какое-нибудь первое серьезное украшение. Также, как правило, у них много сочетается на руке цветов, скажем так, драк металлов. Я знаю, что в России очень долго бытовало мнение, что нельзя носить золотой цвет, то есть золото, золотого цвета и, допустим, серебро. Но, тем не менее, итальянки носят. Итальянки носят золото и серебро, итальянки носят золото золотого цвета, золото белого цвета, допустим. Итальянки носят, опять же, в этих браслетах сочетают золото и не золото. Хочу сказать отдельно по поводу браслетов Pandora. Возможно, так они называются. Мой муж, кстати, сказал мне, что этот итальянский бренд был перекуплен каким-то российским брендом То есть сейчас у него русские владельцы Хочу сказать, что итальянки не очень носят эти браслеты Я очень часто вижу рекламные кампании этих браслетов И вот прямо-таки показывают браслет, который весь увешан этими бусинами Которые они пропагандируют, как некое воспоминание То есть какое-то событие, какую-то бусину вы купили, либо вам подарили, либо вы в подарок себе попросили На деле и в течение жизни у вас собирается многое количество этих бусин Хочу сказать, что итальянки так не носят Да, я могу сказать, что итальянки так не носят Я очень много встречаюсь в своей жизни с итальянскими мамочками Соответственно, на море очень много вижу итальянок Не могу сказать, что они так не носят Они носят какие-то тонкие, наподобие цепочечных браслетов, очень тонких И на руке их много На руке вместе с текстильными браслетами, вот этими золотыми, полузолотыми, полудрагоценными Может быть 6, 7, 8 браслетов вполне Это себе возможно Кстати, я еще заметила такую интересную особенность итальянских женщин Они не снимают дорогие украшения на пляже А итальянские женщины также очень любят роликс Вообще, итальянские мужчины тоже очень любят роликс Если у тебя есть роликс, то, в общем-то, ты такой крутой человек Если у тебя Адемар Пьеге, то, в общем-то, никто Адемар Пьеге не распознает, как дорогие часы А вот роликс, это очень-очень хорошо, очень статусно Соответственно, итальянки, как правило, практически все имеют роликс Это некая статусная вещь, которую дарят, на которую копят деньги Соответственно, все, кто могут себе позволить, покупают себе роликс На этом, в общем-то, успокаиваются Повторюсь, что мужчины, что женщины носят роликс Соответственно, в этом роликсе, в этих бриллиантовых обручальных кольцах В этом огромном количестве тонких браслетов они на море ходят Меня это так удивляет Потому что я, например, знаю, что бриллианты, крупные бриллианты Это очень хрупкие камни То есть достаточно задеть И уж тем более достаточно уронить просто на кафельный пол Если камень соприкоснется определенным образом Это очень хрупкий камень Это прочный, но тем не менее хрупкий камень Соответственно, меня удивляет, как они так вот спокойно носят в песок С детьми копаются в песке, вот в этих бриллиантах Повторюсь, как-то они достаточно небережно относятся Вот к своему такому достоянию, наверное, своему приданному Вот такая особенность еще есть у итальянских женщин В том, что касается аксессуаров И, кстати, у меня был интересный разговор с моей подругой Которая принимала у меня роды Я спросила ее, сказала Дебора, слушай, а вот как так На родах, в общем-то, у меня ребенка приняла женщина Приняла, точнее, женщина Она стала его мыть, стала его одевать У нее, говорю, было столько браслетов Говорю, ну это же не гигиенично Вот у нее все это свисает над ребенком, новороженным Я говорю, как так Она мне сказала, что у них в больнице положены штрафы За маникюр прежде всего То есть ногти должны быть без лака, без гель-лака Без любого лака, они должны быть короткие И, соответственно, женщины получают штрафы Женщины-врачи, если у них есть кольца В тот момент, когда они работают Уж тем более браслет Поэтому повторюсь, что итальянки не любят расставаться Со своими тоненькими этими браслетами Постоянно в них ходят, гремят, звенят, наверное Но, тем не менее, очень любят, очень неохотно с ними расстаются Что даже идут, в общем-то, на штрафы В общем-то, все, мне кажется, я сказала Про сережки, про цепочки Про количество тонких, именно тонких браслетов Никогда вы не распознаете, кстати, их стоимость Это могут быть просто цепочки, которые куплены на пляже А могут быть цепочки из золота, либо даже из платины Поэтому, в общем-то, если вам нравится такой итальянский стиль Вы с легкостью можете его повторить А, и хотела сказать по поводу обуви отдельно Итальянская обувь тоже меня впечатлила И я это заметила, то есть это мне бросилось за глаза Итальянские женщины, но также итальянские мужчины А также считается очень круто итальянского ребенка Одеть в обувь фирмы Оган Возможно, по-русски она произносится Хоган Это подразделение, ответвление, не знаю, как правильно и корректно сказать Фирмы ТОЦ Стоит несколько дешевле эта обувь Она все-таки более бюджетная Вот такие кроссовки, именно такие, как я сейчас вам показываю Вот именно такая модель, она особенно популярна у итальянских женщин Это нельзя не заметить Еще до появления так называемых анкл бутс Вот эти вот агли бутс, даже не знаю, как они называются До того, как Баленсиаго стал изгаляться А вместе с ним и Луи Вуйтон стал предлагать вариации на тему И потом, наверное, уже все предложили вариацию на тему вот этих ужасных ботинок Которые не то спортивный ботинок, не то ботинок Кстати, если вы хотите, если вам нравится такой стиль Я очень часто хожу в красоках своего мужа И смотрится достаточно неплохо И могу действительно подтвердить, что вот этот вот большой ботинок Он как-то хорошо силуэт делает То есть вы на фоне этой огромной ноги кажетесь такой маленькой и хрупкой Но если вам это нравится, то, соответственно, можно просто Либо у мужа позаимствовать ботинки, либо у старшего ребенка То есть не нужно покупать у Баленсиаго, либо тем более у Луи Вуйтона Либо просто купить себе кроссовочки Вот на самом деле у меня 38-й, 41-го размера у своего мужа Я беру и выгляжу достаточно стильно Кстати, даже мой муж сказал, как-то так вот неплохо на тебе мои кроссовки смотрятся Вот на самом деле не преувеличиваю, так недавно мне и сказал Соответственно, итальянки очень любят эту обувь Они носят ее с укорочными брюками прежде всего И у итальянок всегда открытая лодыжка Я уже об этом говорила, она открыта у них зимой А, и кстати, хотела еще также сказать о такой особенности итальянок Они очень любят загоревшую кожу Они специально загорают И вы можете увидеть итальянок в солнечный день Которые сидят на скамейке, снимают очки, закрывают глаза Подставляют свое лицо солнечным лучам Также вы наверняка заметите, как активно и интенсивно итальянки загорают на пляже То есть вот они специально лежат Потому что загар, загоревшая кожа считается красивым атрибутом красивой итальянской женщины Более того, я была поражена, как много соляриумов здесь, в Италии То есть вот при том, что у них такая солнечная страна У них еще есть специальные студии, где за 10 минут можно загореть, в общем-то, так же, наверное, как летом И эти, кстати, студии по загару, они не простаиваются Они всегда имеют своих посетителей Еще одна особенность, хочу вам сказать, которая чуть не вылетела у меня из головы И, пожалуй, именно эта особенность так повлияла на мое видение меня самой У итальянских женщин, как правило, полудлинные волосы Немножко короче, чем сейчас у меня Но совершенно точно касаются плеч Эти волосы, они, как правило, носят распущенными Крайне редко они собирают их в хвостик, либо в пучок и так далее То есть итальянки любят носить распущенные полудлинные волосы У итальянок волосы выглядят прекрасно, как правило Прежде всего, потому что у них другая структура Все-таки у них на другом уровне парикмахерское искусство Хотя тоже бывают случаи разные Я сама в этом убедилась И, соответственно, бывают испорченные волосы Некорректным окрашиванием волосы Такие с рыжим, с рыжим шатушем, наверное, это можно назвать Но, тем не менее, в большинстве своем у итальянок Естественный цвет, темный цвет волос Эти волосы выглядят прекрасно, как раз таки Потому что они ничем не тронуты И выглядят прекрасно, потому что все-таки у них другая структура Именно здесь, в Италии, я узнала и обратила внимание Потом уже у Вартана Болотова нашла подтверждение Своим мыслям, что просто ровный срез Это очень-очень красиво, очень стильно Сейчас я гляну свои списочки Я написала себе списочек Потому что нужно далеко держать, чтобы Чтобы все хорошо видеть Итак, обувь А, вот еще что я хотела сказать Итальянки очень любят Стюарт Вейтсман Это я заметила, когда обратила внимание на Ботфорту Но я и раньше это видела Но просто Ботфорты, скажем так, никак не вписывались в мой гардероб У меня были маленькие дети Их неудобно надевать, их неудобно снимать Итальянки очень любят Ботфорты На плоском ходу Вот классическая модель Стюарт Вейтсман Это то, во что готовы инвестировать итальянки Если они готовы инвестировать в часы В часы Rolex Также вот в такую обувь Стюарт Вейтсман На плоской подошве, на плоском ходу Они также любят инвестировать в сумки Это совершенно точно я заметила Несколько раз мне даже случалось В магазине Louis Vuitton Случайно Помогать выбирать мужчинам для своих женщин Сумки Два раза на самом деле это было И хочу сказать, что сумка Louis Vuitton Это некий must have К которому стремится Ну, наверное, любая итальянская женщина Сумка, о которой она мечтает Как правило, это все-таки сумки Классической расцветки С буквой LV На коричневом фоне Вот, как правило, именно эта расцветка Пользуется большой популярностью Либо на белом фоне Если не ошибаюсь, шашки называются Эта расцветка На белом фоне Вот классическая тоже расцветка Которая изначально была мужской Вот она тоже пользуется популярностью Поэтому сумка Louis Vuitton Это нечто, что хочет иметь Все-таки среднестатистическое Большинство, наверное, все-таки Итальянских женщин Даже не среднестатистическая Итальянская женщина И хочу сказать, что если вы выйдете Даже в центр не очень крупного города Каким является, безусловно, Падуэ Вы увидите очень много фирменных сумок И, безусловно, итальянские женщины Отдают предпочтение Louis Vuitton Как я уже сказала А также Chanel Сумок Hermes Можно увидеть мало Но, тем не менее Их можно встретить Вот в какой-нибудь выходной день Даже в не очень крупном городе Таком, как Падуэ Сумок Hermes Сумок Birkin, например Можно встретить несколько больше Чем просто в столешниковом переулке В Москве Потому что Все-таки итальянские женщины Любят дорогие сумки Итальянские женщины С дорогими сумками Как правило Очень скромно одеты Очень базово одеты Как правило Они во всем черном В общем-то Только силуэт Выдает в них Неких стрит-стайлеров Наверное А также модницы А не сама одежда Не то, что на них надето Ну и безусловно Обращают внимание на себя Дорогие красивые сумки Это прежде всего Луэлтон Шанель Гораздо реже Все-таки Hermes Ну, пожалуй, я все сказала Про стиль итальянских женщин В аксессуарах То, что они любят И да Желаю всем хорошего дня Если вам нравится То, в общем-то Какие-то элементы Безусловно Можно для себя заимствовать Это была Яна Скорцова Всем желаю хорошего дня Пока-пока